Проблема в том, что крупнейшие телеканалы России и всего мира даже не подозревают, в какие сети лжи попадают они сами и принимают за чистую монету чистейший армянский подлог. Здесь вы видите, как на месте православной церкви и азербайджанской мечети строится кинотеатр «Москва». Это 1946 год, и в советской Армении уже начался процесс тотальной этнической чистки азербайджанцев руками России. Начинается единовременное, тотальное вымарывание абсолютно всех признаков азербайджанства. Людей, топонимов, архитектуры, истории. Этническая чистка топонимов представляла собой процесс изменения азербайджанских топонимов на армянские. И этот процесс длился до начала 21 века. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть, например, в советский энциклопедический словарь. Как мы и говорили, здесь написано, что Роздан раньше назывался Зэнги. А, например, Степанован Чалалоглу, известный всем озеро Севан Гёйча, что по-азербайджански означает «красивый». А город Степанакерт, на который сегодня претендует Армения, исторически назывался Хан Кенды, что в переводе с азербайджанского означает «ханское село». Благо, что эти сведения сохранились в энциклопедических изданиях. И базовую роль в этом сыграло то, что после упразднения Эреванского ханства и создания Армянской области в начале 1829 года генерал Паскевич поручил коллежскому асессору Шопену провести камеральную перепись населения Армянской области. Благодаря этому документально зафиксировано факты о численном превосходстве азербайджанского населения над Армянским. Благодаря этому сохранены азербайджанские топонимы, иначе в советской Армении их однозначно уничтожили бы бесследно. Этническая чистка титульной нации азербайджанцев началась с 1828 года, с начала массового переселения армян из Ирана и Турции в Ириванское, Нахчеванское, Карабахское ханство. Тогда сразу же Грибоедов в своей всеподданнейшей записке императору обратил его внимание на выдавливание местного мусульманского населения. Латентный геноцид азербайджанцев продолжался и после того, как в ноябре 1920 года на исконно азербайджанских землях была создана советская Армения. И уже в 1947 и 1948 годах вышли два указа Сталина о депортации азербайджанцев с их исторических земель. Это беспрецедентный случай даже для СССР. И вот почему. При Сталине в Сибирь депортировали целые нации, казавшиеся вождю народов, неблагонадежными. Что же касается азербайджанцев, то провинились не все они, а только те, которые проживали именно в Армении, а не в Азербайджане или Грузии. А это значит, что главы коммунистического режима намеренно очищали Армению от азербайджанцев. Заметьте еще один уникальный факт. Армянская СССР была единственной республикой, где в отличие от всех других республик, вторым секретарем Центрального комитета партии избирался не русский, а армянин. К тому же вторым человеком в руководстве СССР был армянин Анастас Микоян. Это существенно ослабляло надзор Кремля. И благодаря этому еще в советской Армении, где бесконтрольно руководили только армяне, буйным цветом процветал вандализм и системно проводились этнические чистки азербайджанцев. А теперь об этнической чистке архитектуры. Сегодня нет древнего азербайджанского города Ереван. Есть столица Армении Ереван, обезличенный город, новодел. Воинствующий армянский национализм опасен тем, что способен разрушать чужую многовековую культуру. Армянские националисты опасны тем, что умеют втягивать третьи страны в свои провокации против Азербайджана. Между тем, факты сильнее армянской лжи и провокации. И именно исторические факты, древние источники и географические карты доказывают, такой страны, как Армения на Кавказе, никогда раньше не было. Вот почему древние летописцы называли свои труды не историей Армении, а историей армян. Это потом, в советское время, когда придумывалась история новообразованной в 1920 году Армянской республики, названия этих летописей начали фальсифицировать и издавать их с искаженным названием, как историю Армении. Этими фальсификациями так называемая историческая наука официального Еревана в корне отличается от армянистики Европы и США. Западные ученые, даже армянского происхождения, в отличие от деятелей науки Республики Армения, опираются исключительно на те достоверные аргументы, которые противоречат интересам армянских фальсификаторов. Американские армянисты, придерживаясь истины, в своих трудах называют Анатолий ту территорию Турции, которую мир приучен называть Арменией. И за это в современной Армении авторитетных профессоров США подвергают жесткой обструкции. Географическое понятие Армения всегда относилось только к Малой Азии, но не к Кавказу. И эту скрытую, под завалами фальсификации историческую правду необходимо довести до мировой общественности.